Добрый вечер! На канале Freedom время информационных итогов дня. Сегодня важно знать о таком. Да, мам, всё. Я уже проехал. Наши дома. Украина вернула из российского плена ещё 207 украинцев. А всего с начала полномасштабной войны освободило уже более 3000 человек. Накануне саммита лидеров ЕС Европа активизировала поддержку Украины. Военная, финансовая и правовая помощь будут продолжаться до тех пор, пока российская агрессия не прекратится полностью. Наша поддержка Украины – неблаготворительность. Это инвестиция в нашу собственную безопасность. Трибунал для Путина и других военных преступников неизбежен. За время полномасштабного вторжения в Украину Россия уже убила почти 10 тысяч мирных жителей и ежедневно продолжает свой кровавый террор. Приговор за лайк, комментарий или репост. В России продолжают преследовать тех, кто не согласен с политикой Путина. В Кремле устроили настоящую охоту за теми, кто выступает против войны или критикует власть. В России сейчас должна быть единомыслие, как было в Советском Союзе. Понимаете, все должны думать одинаково. Все должны поддерживать политику власти. Сегодня состоялся 50-й обмен пленными между Украиной и Россией. В этот раз домой вернулись 207 украинцев. Самому младшему из них 20 лет, а старшему 61 год. Почти четверть из освобожденных бойцов имеют ранения или серьезные болезни. Всем им уже оказывается медицинская помощь, после чего начнется психологическая реабилитация. Также отмечу, что с начала полномасштабной войны из российского плена удалось освободить уже более 3000 украинцев. Да, да, па, я уже в Украине. Меня поменяли. Да, я в Украине уже. Все. Я живу. Да, па, я живу. Все нормально, па. Сейчас есть хорошая новость. Сейчас есть хорошая новость. Именно таких новостей мы все ждем. Сегодня удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев, 180 рядовых и сержантов, 27 офицеров, почти половина – защитники Мариуполя, воины вооруженных сил, нацгвардии, подразделения государственной пограничной службы и национальной полиции. 207 ребят скоро будут дома, с родными. 207 семей уже счастливы. Уверен, ребята уже звонят по телефону домой, уже услышали самые важные слова. Я счастлив, что это удается. Это уже 50-й обмен за время полномасштабной войны. В общей сложности 3035 человек удалось вернуть. И мы сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую. Европейские институты и страны-члены ЕС взяли обязательство выделить Украине военную поддержку на сумму не меньше 21 миллиарда евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи министров обороны стран ЕС. И подчеркнул, что это минимум, поскольку не все государства еще представили цифры своей поддержки. Мы предоставили на сегодняшний день военного оборудования на 28 миллиардов. Это не прогноз, это не ожидание, это реальность. 28 миллиардов военной поддержки Украине на сегодняшний день. Мы также спросили страны-члены ЕС об их обязательствах на этот год. Пока у меня нет полной информации, но многие государства прислали свои предложения. И я могу сказать, что как минимум в бюджете на 2024 год будет заложен 21 миллиард на военную помощь Украине. Канцлер Германии, а также премьер-министры Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов призвали усилить военную поддержку Украины. Их совместное письмо опубликовало издание Financial Times. Европейские лидеры подчеркнули, что оборонная помощь Украине этой зимой и в долгосрочной перспективе имеет решающее значение. Это вопрос общеевропейской безопасности. Мы призываем друзей и партнеров Украины подтвердить обязательства по поводу постоянной долгосрочной военной поддержки Украины как общеевропейской ответственности. Это решение должна принять каждая страна. Только тогда Украина сможет успешно оградиться от российской агрессии. Россия никого не ждет, и нам нужно действовать сейчас. На нас, европейцах, лежит особая ответственность, поэтому нужно действовать. От этого зависит будущее Европы. Из открытого письма канцлера Германии, премьер-министра в Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов. В Киев приехала заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд. Она встретилась с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, а также главой МИДа Дмитрием Кулеба и премьер-министром Дмитрием Шмыгалем. И обсудила с ними дальнейшую военную помощь от Соединенных Штатов, использование замороженных российских активов, украинскую формулу мира и подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне. Добавлю, что приезду Нуланд предшествовал визит в Киев троих инспекторов из Соединенных Штатов для встреч с распределителями предоставленной помощи США. Они подписали с украинской стороной меморандум об усилении сотрудничества. Я покидаю Киев с большой уверенностью в единстве и лишимости украинского народа в 2024 году. И я также уверена, что в то время, когда Украина укрепляет свою защиту, Путина ждут сюрпризы на поле боя. И Украина добьется очень больших успехов. Потенциал для штурмов и попыток наступать у российской армии иссякнет уже через несколько недель, прогнозируют в украинской разведке. А силы обороны Украины показали, как на Херсонском направлении уничтожили две российские системы залпового огня «Град». Подробнее о том, что происходит на передовой, далее в сводке генерального штаба ВСУ. Силы обороны Украины удерживают плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области. За сутки ВСУ отбили три атаки российских оккупантов, сообщает вечерняя сводка Генштаб Вооруженных сил Украины. Российские захватчики несут огромные потери на левобережье, говорят военные эксперты. Чем обусловлены такие потери? Ну, во-первых, постоянными попытками наказа на этот плацдарм, который прикрывается украинской артерией с правого берега. Второе преимущество, в общем-то, западная артиллерия, которая действует с правого берега. И все это накладывается на работу украинских дронов, украинских дронщиков, которые, мало того, что работают непосредственно по российским войскам, это сбросы и работа дронов-тамиканцев, так они еще наводят артиллерию, позволяя уничтожать скопление выдвигающихся российских поезд на подходах. Ну и, безусловно, это героизм самих ребят, которые этот плацдарм держит. На Купинском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Синьковки, Харьковской области. Противник также совершал наступательные действия в районах Ивановского, Клещиевки, Первомайского, Невельского и Авдеевки Донецкой области. Силы обороны отразили все атаки. На юге россияне значительно увеличили количество тяжелой техники и живой силы, отмечают эксперты. В военной технике где-то примерно на 100 единиц, если говорим по личному составу, то это где-то тысячи на 3-4 они увеличили эту группировку. Соответственно, это мотострелковое подразделение, это подразделение ВДВ, подразделение морской пехоты. Ну и к тылу там действуют группировки Днепр, понятно, Росгвардия, так называемая, ТИКТОК, мобилизованные, так называемая терроборона. На левом берегу Днепра украинские защитники уничтожили две российские системы залпового огня «Град», а бойцы 47-й механизированной бригады показали кадры уничтожения пяти российских дронов на Авдеевском направлении. Всего за сутки на передовой произошло 52 боевых столкновения. Потенциал для штурмов и попыток наступать у российской армии иссякнет уже через несколько недель, прогнозируют в украинской разведке. Они хотели как можно скорее выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области и выйти на админграницы в Донецкой и Луганской областях. Этого и близко нет, но их наступление еще продолжается. И где-то в начале весны оно иссякнет полностью. Сейчас ход противника. Он закончится и, я думаю, начнется наш. Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Минобороны Украины, в эфире марафона «Едыни новыны». Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 385 тысяч человек. За сутки были уничтожены 1090 военных, 10 танков, 32 боевые бронированные машины, 51 артиллерийская система и десятки другой техники россиян. Российская армия продолжает обстреливать Херсонскую область. На один из населенных пунктов Береславского района захватчики сбросили управляемую авиабомбу. Серьезно разрушена школа. Ранее используя беспилотник, российская армия атаковала Береслав. Там вдвое пострадавших. Сегодня россияне массировано обстреляли и Никопольский район Днепропетровской области. Огонь вели из артиллерии. Также больше 10 раз атаковали регион дронами «Камикадзе». Пострадала 47-летняя женщина. У нее осколочное ранение средней тяжести, сообщает областная военная администрация. Повреждено предприятие, объект инфраструктуры, 6 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили. Четыре человека получили ранения в результате атаки российской армии на Харьков вчера вечером. Захватчики ударили дронами «Камикадзе». В жилых домах одного из спальных районов города выбиты окна, разбиты припаркованные машины, разрушены витрины магазинов и кафе. Как харьковчане пережили еще одну бессонную ночь в репортаже Натальи Белокудри. Анна Балабан живет на первом этаже девятиэтажки. Вечером около 11 часов услышала отчетливый звук беспилотника, затем звуки взрывов. Звук был такой, что он летит вот уже, потом ужасный удар. Сразу вылетели окна, потому что он был в проезжую часть дороги. Волна накрыла, все эти окон тоже повылетали. Потом через минуты две следующий, тоже мопед. Грохот такой, потом еще один ужасный удар, а потом третий, но он уже там. После отбоя воздушной тревоги на месте начали работать все экстренные службы. По данным медиков, сразу после российского обстрела оказали помощь трем пострадавшим. Утром к ним обратился за помощью еще один житель Харькова. Это такой пожилой мужчина, он живет один. Такой очень с юмором, хороший очень мужчина. Осколком стекла его порезало. По подсчетам, в результате удара было выбито около 150 окон. Еще в двух районах города пострадал супермаркет, кафе, нежилое здание, а также автомобили. Пожарные ликвидировали несколько возгораний, в том числе на крыше жилого дома. Один из осколков сбитого дрона насквозь прошил авто Юрия. Несмотря на повреждения, парень планирует его ремонтировать. Дракон будет жить, все в порядке. Уже с утра на месте атак работали коммунальные службы, волонтеры и психологи. Ремонтники зашивают окна жилых домов, дорожники оперативно засыпают воронки от попаданий. Страшно. Что делать? Что делать? А надо? Надо работать. Мне уже 77 лет. Правоохранители зафиксировали в местах попадания обломки российского БПЛА «Герань-2» и задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ. Очередную атаку на Харьков расследуют по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Нарушение законов и обычаев войны. Из-за полномасштабного вторжения России в Украине погибли по меньшей мере 9700 мирных жителей. Столько смертей задокументировала национальная полиция. Еще почти 7000 человек пропали без вести. Это данные без учета ситуации на оккупированных России территориях. Мне даже страшно представить, что творится в оккупации. Не знаем всю правду. Нужно будет в будущем по крупицам собирать показания и доказательства. Что касается непосредственно убытков, которые мы установили по результатам экспертиз, то украинцы потеряли свое жилье и имущество более чем на 40 миллиардов гривен. И это я говорю только о тех производствах, которые расследуются полицией и по которым уже есть экономические подсчеты. Мы все фиксируем и уверен, в будущем обязательно будут репарации от оккупантов. Максим Цуцкиридзе, начальник главного следственного управления национальной полиции Украины, в интервью Интерфакс Украина. Международный суд Организации Объединенных Наций сегодня признал нарушения со стороны России по двум конвенциям. О борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Суд подтвердил, что РФ не проводила расследование о финансовой поддержке незаконных вооруженных формирований на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Украине в 2014 году. А кроме этого не смогла защитить права этнических украинцев во временно оккупированном Крыму. Коллегия из 15 судей изучала доказательства, предоставленные Украиной несколько лет. Сегодняшнее решение суда окончательное и не подлежит апелляции. Суд 13 голосами против трех признает, что Российская Федерация, не приняв меры по расследованию фактов, содержащихся в полученной от Украины информации в отношении лиц, предположительно совершивших преступление, предусмотренное статьей 2 Международной конвенции о пресечении борьбы с финансированием терроризма, нарушила свое обязательство по пункту 1 статьи 9 указанной конвенции. Решение Международного суда ООН в Гааге представители украинской делегации назвали историческим и очень важным, ведь оно может стать краеугольным камнем, который поможет двигаться вперед. Для нас это действительно важный день, потому что это решение, в котором говорится, что Российская Федерация нарушила международное право, в частности обязательства по Международной конвенции о предотвращении финансирования терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Соответственно, впервые в истории Российская Федерация была признана этим судом, высшим судом в мире, нарушителем международного права. В Украине уже в следующем году в пилотном режиме заработает национальная система торговли выбросами. Таким образом, Киев присоединится к европейской практике, а украинский бизнес в перспективе освободится от уплаты налога на выбросы парниковых газов при экспорте продукции в ЕС. Как отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, уже в этом году заработает система мониторинга, отчетности и верификации выбросов. Подробнее далее в материале. Зеленый переход – неотъемлемая часть процесса вхождения Украины в Европейский Союз, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. Интеграция Украины в мировую климатическую повестку дня – это не только о евроинтеграции. Это о подготовке Украины к вхождению в границы механизма СИБАМ. В том году Украина уже получила статус наблюдателя в севильском процессе. Мы взяли курс на стандартизацию и внедрение лучших и доступных технологий. Теперь вместо затягивания времени на переговоры об отстрочках СИБАМ для Украины, мы должны сделать действенные шаги и завершить их в 2026 году. С начала полномасштабного вторжения Россия и Украина столкнулась с беспрецедентным количеством преступлений и против природы. Более 170 тысяч квадратных километров украинских территорий потенциально заминировано. Всего в Украине загрязнено около 30 миллионов гектаров земли. Восьмой пункт «Формулы мира» четко акцентирует на этом внимание. Идет речь об оценке вреда окружающей среде, о привлечении России к ответственности, о восстановлении и реконструкции нашей страны. По информации Министерства окружающей среды, во время полномасштабного вторжения зафиксировано почти 3600 преступлений против окружающей среды. Враг нанес нам ущерб на 2,2 триллиона гривен. И, к сожалению, ежедневно цифры растут. Горят наши леса. Уничтожается биоразнообразие. Вред окружающей среде в результате войны России против Украины сегодня не ограничивается границами одной страны. «Мы видели в дельте Дуная строительные отходы, которых там не должно быть. Мы опасались за качество воды в Черном море после взрыва на Каховской ГЭС. Мы проводили исследования и увидели, что в этот раз вода оказалась безопасной. Но надо отслеживать постоянно эти процессы, потому что вред от войны есть. Он наносится всей Европе». Министр окружающей среды Молдовы Ордан Кородико-Иорданов отметила, что изменения качества воздуха и воды из-за российской агрессии в отношении Украины наблюдаются и в ее стране. «Возможно, будут еще кумулятивные изменения. Это необходимо отслеживать дальше. Но сейчас мы также видим активную миграцию диких животных, связанную с пожарами в лесах, шумом от взрывов». Вопрос привлечения России к компенсации за нанесенный вред природе сегодня является фундаментальным как для Украины, так и для стран-партнеров, отметили участники второго международного форума United for Nature Agenda for Ukraine. В России приняли закон о конфискации имущества за так называемые фэки об армии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал его «законом о негодяях». Документ поддержали 377 депутатов против, не проголосовал никто. Теперь россиян будут лишать всего после осуждения за антигосударственную деятельность, а к ней отнесли около 30 видов преступлений. В частности, диверсии, контрабанду, разглашение гостайны, участие в так называемых нежелательных организациях, так называемых военных фейках и тому подобное. Также по новому закону россиян без труда смогут лишить госзваний и наград. Приговор за лайк или репост в России продолжают преследовать те, кто не согласен с политикой Кремля. Пять лет колонии получают те, кто пишет о путинской войне в соцсетях или делает репост антивоенных публикаций. Пенсионеры, студенты, активисты становятся мишенью тоталитарной машины. О последних громких случаях нарушения прав человека в России расскажем далее. Жизнь 72-летней пенсионерки из города Шахты российские власти перечеркнули из-за двух репостов в социальной сети. Несколько дней назад Евгению Майбороду отправили в колонию на пять лет. Гособвинитель требовал осудить ее на шесть лет лишения свободы по вторым частям статей 207 и 280 Уголовного кодекса РФ. За репост информации о числе погибших российских военнослужащих, а также за эмоциональный видеоролик. На суде женщина рассказала, ее брат в украинском городе Днепро оказался под завалами дома, разрушенного ракетным ударом российской армии. На ее странице в соцсети ВКонтакте множество постов, посвященных Украине. В ЛАНД сейчас 11 вечера, сегодня стрим веду я, Владимир Рапудаев, сооснователь фонда «Свободное Бурятие». Этот эфир основателю телеграм-канала «Сердитая Чувашия» Семену Кочкину стоил 10 тысяч рублей. Мужчину оштрафовали. Кочкин принял участие в деятельности так называемой нежелательной организации «Таковой признали свободную Бурятию» в сентябре 2023 года. По сравнению с нормальными государственными у нас не работает ничего вообще. Ранее за публикацией «Сердитой Чувашии» силовики возбудили против Кочкина уголовные дела по статье о дискредитации армии. МВД объявило его в федеральный розыск. Мне не дают снимать на улицах, поэтому все силы я бросил на телеграм-канал «Сердитая Чувашия». Каждый день я без цензуры честно пишу о происходящем в республике. Я рассказываю об антивоенных акциях, происходит страшное, и признать это очень непросто. Я вас понимаю, но цена молчания сейчас слишком непозволительным велика. Российский суд признал виновной и Марию Роуз. Она осуждена на пять с половиной лет по уголовному делу о военных фейках и призывах к экстремизму. Нас задержали 14 апреля сотрудники ФСБ и завели дело. Сначала мне про фейки и мужу про фейки. Я в ВКонтакте, а у него всего один пост был в Инстаграм про события в Буче. У нас мысли список террористов, экстремистов. Но Марии вместе с сыном удалось уехать из России. Ее муж Ричард за решеткой. Его осудили на восемь лет колонии за антивоенные посты. Я незаконно преследуюсь по так называемой власти. Лайк, комментарий, репост. Российские силовики ведут охоту за теми, кто выступает против войны и кремлевской власти. За последние два года возбуждено уже сотни уголовных дел. Они боятся инакомыслия. В России сейчас должно быть единомыслие, как было в Советском Союзе. Все должны думать одинаково. Все должны поддерживать политику власти. Несмотря на реальные сроки, которые в России получают за несогласие с политикой властей, там все еще есть смельчаки, в открытую высказывающие свое мнение. А Украина пусть живет своей жизнью. Зачем мы вторгаемся в чужое пространство, в чужой менталитет? И к другим важным событиям дня. Эсминец США успешно сбил противокорабельную ракету, которую йеменские хуситы выпустили в сторону Красного моря. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. О раненых и разрушениях не сообщается. Сами же хуситы заявили, что им якобы удалось атаковать американский военный корабль. Однако эту информацию в оборонном ведомстве США опровергли. Европейский Союз принял решение о начале военной миссии по обеспечению безопасности в Красном море. Ее планируют запустить к 17 февраля. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В ходе операции в регионе будут развернуты европейские военные корабли и системы раннего предупреждения о воздушных угрозах. Сообщается, что как минимум 7 стран Евросоюза готовы предоставить для этого корабли и самолеты. В ближайшее время в ЕС должны решить, кто именно возглавит миссию. Основные претенденты – Франция, Италия и Греция. Это наша цель – защита судов. Перехват атак против судов. Мы не хотим принимать какие-либо действия против хуситов. Только блокировать их атаки. Жозеп Боррель – верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Напомню, что атаковать суда на Ближнем Востоке хуситы начали в ноябре прошлого года, а в ночь на 12 января 24-го США и Британия при содействии Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов впервые начали атаковать в ответ военные объекты хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден определился с ответом на атаку поддерживаемых Ираном боевиков по американской базе в Иордании, когда погибли трое военнослужащих и более 40 получили ранения. Американский лидер подчеркнул, что Иран несет ответственность за предоставление оружия, которое использовали боевики во время своего нападения. Однако добавил, что не стремится к эскалации в регионе. В Стамбуле стартовал форум по восстановлению Украины. На полях саммита украинский министр по развитию общин территорий и инфраструктуры встретился с представителями правительства Турции. Говорили о сотрудничестве восстановления и развитии регионов, пострадавших от российской агрессии. Говорим в частности о разработке предложений и проектных решений для акватории и морских портов Украины. Видим готовность компании инвестировать в развитие морской логистики и инфраструктуры. Также дороги. Готовы также к сотрудничеству в случае возобновления авиасообщения. Александр Кубраков, министр развития общин территории и инфраструктуры Украины. Из сообщения на сайте министерства. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и другими американскими конгрессменами, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Как подчеркнул глава Североатлантического альянса, помощь Соединенных Штатов остается решающей для Украины и стабилизации всей Европы. Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, артснаряды, вездеходы и бронетранспортеры. А еще танки для разминирования, система видеонаблюдения и оборудование для обезвреживания морских мин. Отмечу, что ранее Берлин объявила о предоставлении Киеву шести многоцелевых вертолетов в Сикинг. Однако из соображений безопасности информация о сроках передачи техники не разглашается. О новом пакете военной помощи Украине объявили и Нидерланды. Амстердам выделил 122 миллиона евро. Большая часть денег пойдет на закупку артиллерийских снарядов. О том, кто еще из союзников помогает Украине противостоять российской агрессии, расскажем далее. Немецкий оборонный концерн построит новый завод по производству боеприпасов, чтобы покрыть потребности вооруженных сил Германии и Украины. По словам гендиректора предприятия между федеральным правительством Германии и оружейной промышленностью есть продуктивное сотрудничество. В сфере военных закупок многое изменилось к лучшему. В прошлом году только компания Rain Metal получила от немецкого правительства заказы или рамочные соглашения на общую сумму более 10 миллиардов евро как для Бундесвера, так и для Украины. В текущем году эта сумма возрастет как минимум до 15 миллиардов. Темпы быстрые. То, на что в прошлом ушло бы 10 лет, сейчас выполняется за несколько месяцев. Армин Папергер, гендиректор Rain Metal сообщает издание Bild. Украина прилагает усилия, чтобы привести свои вооруженные силы к стандартам Североатлантического альянса. Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны. По данным Министерства обороны США, только за последние два месяца Украина внедрила более 18 стандартов НАТО. Мы в некоторых вопросах переходим на такие стандарты, которые используют страны НАТО. Но еще раз, это не калибровое вооружение. Это система взаимоотношений между военнослужащими, между командирами и подчиненными, и система построения армейской структуры. Это главное, что подразумевается под словами стандарты НАТО. Рост глобальной нестабильности и российская агрессия против Украины привели к повышению спроса на американское оружие. Продажи военной техники США выросли в 2023 году на 16% и достигли рекордной суммы в 238 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Госдепартаменте США. Популярность американского оружия возросла благодаря, как бы это грустно ни звучало, войне России против Украины. Многие виды вооружения используются нашими военными силами, и они показали свое превосходство над российскими средствами нападения. Соответственно, популярность российского оружия уменьшилась. Мы уже читали сообщение, что вроде бы Индия отказалась от определенных видов российского вооружения, которое планировала купить. Министр обороны США Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО и Энстолтенберг встретились в Пентагоне, где обсудили ряд вопросов, включая поддержку Украины. Они отметили критическую важность быстрого наращивания оборонного производства для продолжения поддержки Украины, пополнения запасов боеприпасов и оборудования НАТО. Полномасштабная война длится уже почти два года. Ситуация на поле боя сложная, но союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. И важно, чтобы мы продолжали это делать. Наша поддержка Украины – неблаготворительность. Это инвестиция в нашу собственную безопасность, потому что мир станет более опасным, если Путин победит в Украине. И за этим также внимательно следят в Китае, в Пекине. Издание Reuters сообщает, что лидеры Европейского Союза на саммите 1 февраля подтвердят свою решимость продолжать оказывать, цитирую, «своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку Украине». Основной темой саммита в Брюсселе станет достижение соглашения о пакете финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на 4 года, который был заблокирован в Венгрии на предыдущем саммите в декабре. Для того, чтобы всегда быть в курсе главных событий, рекомендую подписаться на телеграм-канал Freedom. Там всегда в доступе актуальные новости и экспертные комментарии. Сканируйте код на экране, переходите по ссылке и добавляйте страницу в избранное. На этом наше время подошло к концу, но не спешите уходить. Далее смотрите информационный марафон. Эфир продолжат Олег Борисов и Наталья Сопет. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин